Смягчить последствия распространения коронавируса в регионе поможет индивидуальная программа социально-экономического развития. Как будет реализовываться комплексный план ускоренного роста, сегодня обсудили в Доме правительства. Подробности у Дмитрия Ковалева. На 71-м месте в стране по численности населения с доходами ниже прожиточного минимума, на 39-м по уровню безработицы. С таких стартовых позиций начинается реализация программы социально-экономического развития. Это стратегический документ с прицелом на ближайшие пять лет. Принятие индивидуального плана ускоренного роста, кредит доверия правительству республики от федерального центра. Данная индивидуальная программа была разработана в связи с тем, что Чувашская служба попала в число 10 регионов, которые были отнесены к регионам с низким уровнем социально-экономического развития. Сама программа, как известно, имеет несколько основных направлений. Это, прежде всего, создание новых инвестиционных площадок. Эти инвестиционные площадки имеют разную юридическую форму. Мы будем разрабатывать некие новые формы. Новой формой развития малого и среднего бизнеса станут промышленные технопарки на базе крупных предприятий. Одна из таких площадок для производителя электротехники – завод ЧАС. На площадях Текстельмаш, сфера машиностроения, АО Чуваш Туркехника, горы Чебоксары, пищевое и машиностроение, Химпром, Новочебоксарский химический отрасль. Создание данных промышленных технопарков планируется на базе неиспользуемых промышленных площадок. Объем небюджетных инвестиций составит порядка 8 миллиардов рублей. Всего же в рамках программы социально-экономического развития планируется реализовать свыше 100 инвестиционных проектов. В индивидуальном плане учли и интересы производителей сельхозпродукции. В ближайшие годы в Батыревском районе создадут агропромышленный парк. В Рио главы региона поставил задачу наладить глубокую переработку для последующей реализации зарубеж. Господдержка предприятий экспортеров выходит на первый план. Со стороны федерации на 2024 году выделено 5 миллиардов рублей. Основные направления это создание государственных частных промышленных технопарков и агропарков. Общая сумма финансирования 1 миллиард 200. Докапитализация гарантийного фонда 1 миллиард 250 миллионов. Докапитализация микрофинансовой организации это 1 миллиард 500 миллионов. Для инвесторов предусмотрят преференции. В ближайшее время должна быть создана особая экономическая зона в Цивильском районе и территория ТОСР в городе Спутники. Минимальная планка индивидуальной программы ускоренного роста 7 тысяч новых рабочих мест. За 5 лет увеличатся среднедушевые доходы, снизится уровень бедности и безработицы. Олег Николаев отметил, что сейчас все усилия правительства будут направлены на кардинальное улучшение условий жизни населения. Мы должны обеспечить намного большее. И это большее должно исходить, конечно же, в совершенно в иных цифрах. Такую задачу мы уже перед собой поставили и реализовываем через разработку другой программы, которую мы назвали программой ускоренной развития экономики Чувашьей Республики. И формируем ее на среднесрочный период, также на 5 лет. Поддержат и те, кто намерен улучшить жилищные условия. Со следующего года в республике стартует программа субсидирования процентных ставок по ипотеке и развития инфраструктуры в новых микрорайонах. Поэтому изначально, когда уже формировывается комплексный или генеральный план этих территорий, должны быть четко обозначены территории и объекты, которые должны там находиться. И очевидно, они должны быть за резервирование под строительство такого рода объектов. Не исключено, что индивидуальную программу придется корректировать из-за удара коронавируса по экономике. Точные прогнозы, как будет развиваться ситуация, пока давать сложно. Но хорошим планом считается тот, который можно быстро поменять в связи с изменяющимися обстоятельствами. Процитировал Олег Николаев. Резервы у региона. Есть. Дмитрий Ковалев, Валерий Резюков. Республика.